АПЛОДИСМЕНТЫ Это мы недавно с Люсей в цирк ходили. Нам дрессированные обезьяны понравились, тигры, а больше всего дрессированный мужик. Не, ну представляете, ему 40 лет. Он не пьет, не курит и по бабам не шатается. Номер так и называется. Такого не бывает. Представляете, вот так вот арена. Оркестр тур заиграл. Свет зажегся, и на арене клетка, а в ней мужик. В трусах, в бабочке, рядом дрессировщица с кнутом и два пожарных с бронзбойтами. Дрессировщица говорит, перед вами редкий экземпляр хомо сапиенс мужского рода. Он не пьет, не курит и не ходит, как говорится, на дне. Сейчас я вам это продемонстрировал. Доставите с кармана бутылку водки, стакан, наливая туда, протягивает этому Васе. Вася этот стакан взял, понюхал, говорит, водка, фу, и на пол выпил. Мы с Люси ахнули. Сосед, который рядом с нами сидел, вообще заплакал. Дрессировщица говорит, а теперь мы покурим. Достает из кармана пачку сигарет, зажигалку, протягивает этому Васе. Вася эту пачку взял, говорит, Минздрав же предупреждает. На пол бросил и ногами растоптал. Мы с Люси опять ахнули. Сосед, который рядом с нами сидел, сказал, сука, агент Минздрава. Дрессировщица говорит, а еще Вася отдает всю зарплату жизни. Вася, аля, и печеный, зик. И тут, представляете, Вася снял ботинок, достал из подстельки ровно 500 рублей и отдал дрессировщице. Ну, зал взорвался, мы с Люсей заорали, браво. Сосед, который рядом с нами сидел, вообще за сердце схватился, начал валидол глотать. Дрессировщица говорит, а еще Вася умеет говорить своей теще-маме. Давайте тещу. Тут, представляете себе, сверху на тросе спускает тещу. Не старая, лет 70. Красавица, в таком серебряном обруте, в балетной пачке. Теща говорит, Вася, Олег, и Петяна говорит, зик. И тут, Вася, как ей на шею кинется, сосед, который рядом с нами сидел, заорал, души ее, души. А Вася к ней как наклонился, поцеловал, говорит, мама, вы не ушиблитесь? Ну, зал взорвался, мы с Люсей заорали, браво. Дрессировщица говорит, а еще Вася никогда не изменяйте своей жене. Вася, Алло, и Петяна, зик. И тут на арену выбежали полуголые девушки. Они бросились к вас и стали его ласкать, целовать. Смолкло, свет погас, пожарные напряглись. Слышно было, как в тишине сосед застонал. Обратно свет зажегся. И представляете, Вася сидит в углу клетки и читает книжку. А девушки с визгом отбиваются от пожара. Ну, зал взорвался, мы с Люсей заорали, браво. Сосед, который рядом с нами сидел, заорал, да он просто баба переодетая, по пей Виагре. И тут дрессировщица так подальше от клетки отошла, ножку так кокетливо откинула, бретельку сняла и говорит, Вася, а ну покажи, что ты не баба. И печал, и жук. И тут Вася показал, не, ну что он не баба. Да еще такой не баба, у соседа даже челюсть от зависти отвисла. А мы с Люсей обязательно решили после этого у этого замечательного мужчины автограф взять. Подкрались к его гримерке и слышим оттуда его голос. Крысы церковые, шкрыдлы. А ну, наливай. Наливай, говорю, а ты, тёша, закурить быстро. Я из-за вас ходил каждый вечер перед мужиками позорный, стакан водки выливаю. А ну, зарплату верни. Сейчас по акробаткам пойду. Мы так в дверь постучались и оттуда высунулось бледное лицо дрессировщицы. Говорит, вам чего? Говорит, вот мы хотели у вашего замечательного мужа автограф взять. Вот вы что? Он неграмотный. И бегите скорее, а то сейчас драться начнет. Ну, не успели мы. Получили автограф. Люся-то на словах, а я вон на деле. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ